Меня пригласил Платонов работать заместителем директора. То есть мы когда-то с ним занимались спортом вместе. Потом кто-то из общих знакомых оказался, что мы встретились в метро. Видимо, меня этот общий знакомый порекомендовал совсем с другой стороны. Платонов знал меня совсем со стороны спорта. Ну, видимо, где-то сошлось, наверное. Поэтому он меня пригласил. Когда это было? Это было ноябрь 92-го года. То есть я пришел на работу в ноябре 92-го года. И дальше мы работали с ним всю оставшуюся жизнь. То есть практически на твоих глазах появились и домен SU, и домен RU. И вот все вот это. На моих глазах появилось, наверное, все, включая... То есть сначала мы создавали просто... Словно говоря, сайт Роснеероса был в числе трех или четырех первых появившихся в России. То есть вот так. Потом была создана Ассоциация научных и учебных организаций RELARN, в которую входило 800 университетов, институтов, техников, вузов. И даже детские сады иногда входили. Те, которые были подтверждены от Министерства образования. И для них предоставлялась возможность использовать почту UCP. Это вот такое. А потом уже, когда начали развиваться, так сказать, другие технологии, мы стали заниматься IP-сетями. И была построена сеть Arbonnet, тоже мощная. Она была на то время третья по объему трафика в России среди даже коммерческих сетей. То есть она была очень большая, ну потому что университеты были крупные потребители трафика. И, соответственно, причем там было много узлов, как-то, по-моему. Ну я так сказал, сейчас уже точно не помню, но все миллионники точно были подключены. И вот уже после этого была точка обмена трафиком создана. Тоже как-то я участвовал плотно в ее создании. Писал договоры, подключал первых, так сказать, провайдеров. Там Xenon был самый активный тогда. Меня очень поразило, там ребята очень активные. И потом я очень трудно переходил на домены, потому что... Ну мне как бы сетевая деятельность нравилась, создание сетей, оно понятно для технологического человека, очень понятно. И как-то мне очень было тяжело перейти на домены, но любая деятельность, которой я занимаюсь, она меня затягивает и, естественно, потом затянула. Было интересно работать и с координационной группой, и создавать первую технологическую систему для регистрации доменов. Ну, так как мне вообще технологический проект очень нравится, то, соответственно, меня затянуло в домены, и оно так и потом развивалось, 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 развивалось. Я помню, мы с тобой общались на заседаниях координационной группы, и, в общем-то, ты там выполнял в основном такую организационную роль, да, помогал этой координационной группе как таковой собраться, выполнить свои необходимые действия и разойтись. А расскажи, пожалуйста, вот что для тебя была в то время сама сущность управления доменным именем, правилами, регламентами домена, именно в виде координационной группы? Как ты к ней относился? Что это была за сущность такая для тебя? Ну, наверное, неправильно сказать, что все-таки я там был чисто организационно. Ну, например, я писал правила домена.ру. Я так не сильно рассказывал, но правила домена.ру были написаны на основе правил пользования метрополитеном. Ну, потому что в те времена еще не было особо таких вот, как бы, регламентов, еще каких-то таких образцов документов не было, поэтому мне принесли правила пользования метрополитеном. И вот на основе этого, там, обязанности, права, ответственность, вот все было написано. Причем вот с координационной группой мы работали, я как раз писал этот документ, а координационная группа, значит, обсуждала его. Поэтому я ночью, там, до пяти часов пишешь, вот, как бы, отвечаешь на все вопросы, там, туда-сюда, потом уйдешь на работу. Вот, опять, там, ночью до пяти часов пишешь, координационная группа днем отвечает, ты днем не успеваешь, потому что работа есть работа. Вот, потом, значит, ночью, как бы, на все вопросы отвечаешь, корректируешь документ, отвечаешь, что это принято, это по этой, так сказать, под какой-то причине, там, нельзя принять, оно такое, это предложение плохое. Ну, и вот, мы там достаточно быстро же сформировали первый документ, правило регистрации домения.ру, ну, и там по нему жили какое-то время. Ну, естественно, он, документ живой, все время правился, но, как бы, запуск есть запуск, там, создавали базу данных для регистрации автоматического. Первое время регистрация была, каждый домен, значит, пропускали через вот эту координационную группу для того, чтобы утверждать, нужно, не нужно. Ну, по-моему, на сотом домене все поняли, что это не надо, на секс.ру, все поняли, что это не надо делать и закрыли. Ну, из того, я с ним, система, работать в автоматическом режиме, ну, был предпросмотр, как бы, на домены, на то, чтобы... Ну, премодерация, ну, премодерация на, так сказать, ну, на плохо читаемые слова, там, так сказать, на некорректные. Вот, ну, девушки очень... А расскажи, как вообще была устроена работа вот именно в информационном центре, который, как раз, в котором работали девушки, обрабатывающие заявки на регистрацию доменов в те годы? Не, ну, как стандартно, как сейчас все. То есть есть заявка на создание, так сказать, объекта владельца будущего, там, ну, не владельца, администратора, да. Потом заявка на регистрацию домена, там, оплата. Вот, ну, они все это модерировали, там, заключение договора и так далее. Ну, и был один у нас, так сказать, специалист, который смотрел это на матерные, нематерные, читаемые, там, нечитаемые и так далее. Ну, нет, это стандартная работа оператора, здесь как раз ничего, так сказать, нет. Ну, просто приходилось все проходить в первый раз, объемы. Все мы делали автоматически, что тоже, в общем-то, ну, в те времена уже это было стандартно, но, как сказать, это... Нужно было настроить и отстроить. Ну, настроить, отстроить, да, применить какие-то методы, там, и так далее. Появление института распределенной регистрации и вот та вот старт опытной зоны, когда организовался координационный центр, и координационная группа закончила свою работу и продолжила в виде одного из комитетов координационного центра. Вот ты активно участвовал в создании координационного центра. На твой взгляд, правильно ли мы тогда поступили, что вы пошли вот по такому пути, когда есть административная и техническая часть, и продажами в основном занимаются отдельные организации, самостоятельные регистраторы, которые работают с клиентами. Децентрализованная система. Да, могло быть, конечно, по-разному, но не децентрализованная система, конечно, бы отошла сразу под государство, вообще полностью бы, да. Ну, просто это возможный вариант, нормально работающий, мы по нему пошли, потому что, ну, и было большое желание сообщества тоже участвовать, да, не только в написании правил, но и в процессе регистрации. Ну, и, соответственно, тогда разделили технический центр отдельно, так сказать, и регистратор, там первый регистратор был отдельно, а потом уже появились там второй, третий, четвертый, там вот первый был, Ректайм, да, Шариков, по-моему. Ну, по-моему, первый был. А, был Р-01, был Р-01. Да, да, он поэтому был, да, Р-01. Ну, как-то он, да, быстро. А вторым был как раз центр. Расскажи. А, ну да, даже так. Да, вторым, третьего сентября. Нет, это было в координационном центре, аккредитация в координационном центре, но до этого же в Роснейросе это было. До этого это были в Роснейросе, партнеры, крупные клиенты Роснейроса, да. Да, да, точно. А скажи, пожалуйста, вот... Нет, там уже тоже были регистраторы. С какого момента организовался регистратор Ро-центр? А как только было понятно, что будут создаваться множество регистраторов, то, соответственно, мы разделили структуру на техническую, которая обеспечивает работу реестра, и регистрационную. Ну, и, соответственно, как бы организационно, административно все разделили. Ну, это для... Какие-то особенно интересные моменты из начала жизни вот этого одного из первых, и одного из крупнейших регистраторов можешь сейчас рассказать, вспомнить? Может быть, какая-то забавность была на тот момент? Да, по-моему, все как-то... Ну, во-первых, все интересно, да, потому что молодые, все в новинку. Ну, я бы всем рассказывал, что у нас было очень много документов, которыми мы фиксировали, так сказать, наши правила работы. Ну, условно говоря, в интернете в первый же год появилось там полторы тысячи документов, определяющие, как мы работаем с клиентом. То есть это была сильная сторона РУ-центра, то есть я ее называл «системой накопления знаний». То есть мне, честно говоря, было как бы даже... Ну, мы их там сильно эти документы не, так сказать, не прятали, потому что я всегда считал, что сильные организации и компании, они всегда будут впереди, потому что они идут и новое разрабатывают. И даже если у них все что-то там брать и использовать, ты всегда равно будешь отставать. Поэтому мы как-то... Все было в открытом у нас доступе, по крайней мере, внутри организации. Все знали там статистику, деньги, почему мы делаем, все очень открыто работали. Вот. И была основная, так сказать, концепция организации, ну, в РУ-центре, в РУСНЕРОСЕ тоже так же, что людям должно быть интересно. Соответственно, им давали возможность там переместиться на новые места. Им давали возможность... Ну, то есть общая концепция такая, должно быть развитие человека совпадать с вектором развития организации. И мы это позволяем. Тогда расходы на административно-ресурсное управление резко снижаются. И это как бы основная концепция. Ну, вот моя, я не люблю управлять, да, я люблю, чтобы люди сами, так сказать, этим задаешь вектор, а дальше они сами роют. Это самое простое и, на мой взгляд, эффективное. Это требует подбора людей, конечно, специфичного, потому что они должны хотеть и мочь. Но, ну, вот как мы на это шли, я всегда считал, что разовые затраты на подбор, пусть это будет там пятое-десятое собеседование, пятое-десятое человек, но дальше это все окупится. То есть заинтересованный, интересующийся человек, который умеет копать в нужном направлении, он всегда будет для компании гораздо полезен, чем хороший исполнитель, которого надо контролировать, толкать и так далее. Ну, не секрет, что компания Ру-Центр от начала нулевых была фактически кузницей кадров. Для всех последующих регистраторов доменов очень много людей прошли школу работы и жизни в вашей компании. И потом уже продолжали свою карьеру где-то в других местах, в том числе стали сотрудниками Координационного центра. Ну, вообще-то у нас была очень маленькая текучка. То есть человек, который у нас отрабатывал три месяца, которые мы называли испытательным, то есть у нас уходили очень редко. Конечно, были люди, которые по каким-то причинам считали, что им не дают развиваться или еще что-то, но это было такое... Ну, по каким-то причинам, например, я считал, что там этого нельзя, так сказать, двигать этого человека. Ну да, такие люди уходили. Они уходили, по-моему, к вам кто-то уходил, да? Да. Ну, то есть, конечно, люди уходили, но, на мой взгляд, текучка была потом, как бы у нас HR-отдел, так сказать, развился и они вообще были поражены, насколько у нас стабильные кадры. Говоря о людях и кадрах, вот вокруг Координационного Центра достаточно мощное экспертное сообщество, да? Это люди, которые фактически своими руками создавали тот интернет, даже не только Рунет, а интернет в целом, по всему миру, своими руками развивались вместе с появляющимися технологиями и двигалось все это дальше. Расскажи, пожалуйста, вот что для тебя лично, даже больше, наверное, на эмоциональном плане, было работать в экспертных сообществах и рабочих группах Координационного Центра наряду вот с такими людьми, которыми практически легендарные люди, которые создавали то, чем миллионы людей пользуются? Давайте. Мне всегда было интереснее работать внутри Ру-Центра, потому что снаружи это очень много энергетических затрат по времени и так далее, для того, чтобы убедить людей, как, так сказать, вот у меня есть, например, видение, они потом приходят к такому видению, но если им, например, Андрею Борисовичу Кондакову сказать прямо, что вот правильный путь такой, это будет воспринято однозначно против, и для того, чтобы вернуться к этому пути, надо будет пройти очень долгий путь споров, вот, хождение от одного варианта к другому, и пройдет полгода. Поэтому, да, у меня был опыт, что уже не говорить, как бы, вариант, да, чтобы люди просто сами обсуждали свои варианты и понимали, куда лучше прийти, уйти и так далее. То есть, давайте, все мы учителя друг для друга, да, и, соответственно, работа с координационным центром и с людьми, это тоже опыт полезный, хороший. Давайте, все нужно, для жизни все нужно, да. Мне, как техническому человеку, больше нравится работать внутри, чем в публичной области и убеждать всех, как правильно делать. То есть, поэтому я больше любил быть внутри коллектива и организовывать его работу. Ты принимал активное участие в появлении, становлении и развитии этого доменного имени, интернационализированное имя, новая доменная зона. В целом, вот, хочу спросить не только про сам домен РФ, а, в принципе, про появление новых доменных имен. А ошибка ли это, то, что открывается, вот сейчас скоро тоже откроется новая возможность регистрировать новые доменные имена, насколько это размывает вообще инфраструктуру и возможности развития существующих доменных зон? Ну, как пойти, ошибка. Это то, чего избежать нельзя. Это так же, как вот регистраторов должно быть один или много, да. Это же процесс, которого нельзя избежать. Регистраторов будет много. Вот сейчас сколько? 86, что ли? 83, да. Так же и с доменными зонами. Нельзя удержать одну зону, да, в чем-то управлении, там, с какими-то доходами на одно лицо физическое, даже если выделить. Поэтому это совершенно нормальный закономерный процесс. Вот. И единственное, что, ну, вот, на мой взгляд, было ошибкой, что была цена свободная достаточно, да. Вот я просто сейчас смотрю, как работают сети и, так сказать, торгуют, да. Вот сейчас я вижу, что все цены фиксируют на любые товары. Вот. И, соответственно, когда играют ценой, там уже начинаются совсем другие процессы. Ну, условно говоря, киберсквотерство, там еще что-то. То есть начинаются вредные процессы, и люди уже играют ценой и не качеством услуги. Это не всегда правильно, потому что дальше страдает пользователь. То есть, вот, на мой взгляд, ошибка в, так сказать, настройке системы регистраторов была в том, что цена была в очень большом диапазоне дана возможность была регистратору ею варьировать. Соответственно, пошли тенденции очень, так сказать, ну, на мой взгляд, неправильные, позволяющие создавать, ну, паразитные сервисы, типа, господи, как они называются-то, ну, фишинга и так далее. А, понятно. То есть, уже слова были. Да, всевозможные зловредные активности. Ну, да, какие-то зловредные активности. Поэтому, ну, вот, на мой взгляд, это было неправильно сделано. Вот, я чем больше, так сказать, наблюдаю, тем больше мне кажется, что тенденция при продаже одинаковых объектов к тому, чтобы на нее цена была фиксирована, и чтобы продавцы играли сервисом, дополнительными услугами и так далее. Вот, поэтому, ну, у нас же сейчас председатель комитета регистраторов, я так понимаю, бывший лучший киберсквотер страны, да? Доменный инвестор. Да, да, доменный инвестор. И это, в общем-то, ну, как бы показатели, да, потому что та политика, которую ввел координационный центр с точки зрения доменного, как бы, цены, она привела к тому, что киберсквотерам было удобно, как бы, такая политика вторая, что им надо было становиться регистратором. И сейчас из 86, если они выбирают себе председателем бывшего лучшего профессионала доменного рынка, раньше он назывался киберсквотер, ну, это, в общем-то, показатель, так сказать, организационного процесса. Вернемся к домену РФ. Старт был яркий, неоднозначный, разнообразный. Скажи, пожалуйста, что тебе больше всего запомнилось из старта домена РФ, и, может быть, какие-то есть такие любопытные истории с жизнью, с ним связанные? Ну, старт был очень активный, да, то есть люди у нас подавали заявки на красивые домены типа Кирпич РФ, там, по 100-150 заявок на один домен и так далее. И, соответственно, да, мы провели аукционы, которые были неоднозначно восприняты потом, как сказать, сообществом, но я, как сейчас вижу, все равно все сводится к аукционам, других возможностей запуска нет. Мы сейчас даже номера автомашин через аукционы начинаем продавать, там, Яндекс, условно говоря, разовые ресурсы по рекламе слов он тоже через аукцион делает. Ну, то есть, на мой взгляд, других вариантов нет, и мир сейчас все-таки это подтверждает, что других вариантов запуска ограниченных активов, кроме как аукцион, ну, не существует, тем более, что в доменной индустрии существуют технические средства перехвата большого объема таких активов. И, ну, то есть мы осознанно пошли на это и дали возможность нашим клиентам получить все-таки домены через нас, а не через киберсквотеров и, соответственно, за, так сказать, более, на мой взгляд, гуманные деньги. Вот. Ну, а запомнилась, наверное, знаете, такой подъем нашей всей компании в тот момент, когда мы, так сказать, начиналась регистрация, да, наши технические специалисты очень хорошо подготовились. Вот. Мы хорошо провели регистрацию, обеспечили наших пользователей, я считаю, что это была первая, как бы, задача, чтобы они получили, потому что, ну, в противном случае все получили бы, ну, условно говоря, те профессионали доменного рынка, о которых мы говорим, и дальше, ну, да, Ру-Центр был бы выведен из-под удара, но тогда бы простые пользователи уже бы, честно, все покупали бы у профессионалов-инвесторов, как вы говорите. Вот. Поэтому, ну, с точки зрения пользователей, я считаю, что сделано было правильно. Наверное, там были другие варианты, как бы, дальнейшего развития событий, которые могли бы вывести от Ру-Центра из-под удара, но мы на это не пошли, но, наверное, вследствие отсутствия какой-то дополнительной гибкости, вот, ну, наверное, это было сделано ошибочно, надо было более гибко поступать. Ну, например, можно было просто взять и вернуть деньги всем победителям, потому что мы делали не из-за денег, естественно, потому что просто других вариантов не было, и можно было, например, так сделать, и тогда бы вообще было все корректно. Ну, мы на тот момент, ну, почему-то на это не пошли, хотя предложение, вот, Робьев, например, такое делал, это вот, я почему-то, оно мне запомнилось, потому что он мне, да, он как профессионал все-таки, он все-таки был директором пиар-департамента в Ру-Центре, он предлагал такой вариант, но почему-то он у меня внутри не, как бы, ну, не улегся, что-то вот как-то, я то ли чисто с бухгалтерской, то есть у меня как-то бухгалтерия очень, говорит, как мы будем деньги возвращать, в общем, короче говоря, он не улегся, но он красивый вариант, он решает, как бы, на первом, то есть мы же первые проводили аукцион, да, и он бы в этом варианте бы очень красиво сработал бы, вот, что, вот, мы, да, провели аукцион, никто не знает, как бы, что деньги вернутся, все честно, как бы, как бы их перечисляют, а потом мы их возвращаем. А потом бонус. А потом бонус вернулся, да, то есть, как бы, ну... Но в те времена, можно сказать так, не было хороших инструментов для этих целей. Да, там были сложности, да, это у нас удобные рекуррентные платежи, карточки, всякие электронные вещи. Да, то есть там бухгалтерия настолько заплакала, как бы, ну, то есть, про юристов, по-моему, я не помню, как мы обсуждали, ну, то есть мы этот вариант обсудили и почему-то на него не пошли. Ну, вот это был бы красивый вариант, но он, наверное, был бы хороший. Но я повторяю, что с точки зрения клиентов я не жалею, что так сделано, то есть они получили то, что хотели, ну, там, ну, затратив какие-то деньги, я думаю, что не больше, чем они бы заплатили бы профессионалам. Я думаю, даже меньше. Ну, я думаю, да, потому что это... Потому что просто последующий опыт и наблюдение за профессиональным рынком доменов, теми людьми, которые инвестируют свои деньги, регистрируют красивые доменные имена и позже их продавают другим, там достаточно очень высокий порядок цен. Вот люди зарабатывают, как хотят. Ну, да, как бы. Ну, в общем, ничто им это не мешает. Есть спрос, есть предложение. Я вот задаю всем примерно одинаковый вопрос в зависимости от человека, в зависимости от ситуации. Что для тебя интернет? Это глобальная сеть сетей или больше Рунет? Больше наш местный доморощенный? Для меня это новые возможности, наверное. Это не про то, чтобы... Это что-то конкретное, там, доморощенное, недоморощенное. Это просто новые технологии. Это, ну, условно говоря, как пластиковая бутылка. Вот это новое слово в, как бы сказать, в таре, да? Вот она дала новые, как бы, возможности вообще... Неважно, русская она или не русская. Неважно, русская или не русская, да. Вот, поэтому это хорошая технологическая возможность. Она переворачивает... А как ты относишься к суверенитизации интернета, альтернативных ДНС, возможности окуклиться внутри отдельных взятых границ? Ну, окукливаться, скорее всего, уже не получается. Но, с другой стороны, как там говорится, если вы не кормите свою армию, вы будете кормить чужую. Да, если нет механизмов, как бы, контроля у вашего государства, то все эти механизмы контроля будут у другого государства. По крайней мере, сейчас нас контролируют и читают всю нашу переписку ФБР, да, а не ФСБ. Что лучше там, это вопрос спорный, но он однозначно, что кто-то будет это смотреть, потому что, с точки зрения государства, защищать интересы обывателя простого все равно надо, да. Поэтому, куда оно потечет, каким образом, да, наверняка оно будет как-то сегментироваться. Ну, вот, китайцы же не страдают от того, что они сегментировались. Вроде им неплохо, да. У нас тоже попытки настроить систему так, чтобы можно было ограничивать влияние снаружи, но есть, и я считаю, что оно, естественно, оправдано, ну, потому что, если ты не влияешь, то будет другой влиять. С точки зрения государства я его понимаю. То, что пока попытки идут немножко неуклюжие и иногда технологически невыверенные, но это, я думаю, временно, все-таки, как бы, возможности у государства есть, деньги есть, специалисты у нас уже есть, и когда-нибудь это будет решено корректно и, ну, наверное, со взаимной выгодой и для государства, и для обычного пользователя без вреда. Где ты сейчас чем занимаешься? У меня сейчас свои проекты внутренние. Я, да, я не в, как бы, ни в структуре, ни в интернете, я своим проектами занимаюсь. Понятно. И как тебе в своих проектах? Ну, как всегда интересно. Ну, я просто устроен так, что я не могу делать что-то так, чтобы мне было неинтересно. Если я даже копаю яму, то мне надо ее копать так, чтобы мне стало это интересно. Поэтому я там что-то либо куплю инструмент, либо начну ее копать там как-то по-другому. Поэтому, конечно, все интересно. Но это просто свойство мое. Вот представь себе, что мы собрались за этим столом еще через 10 лет. Будем проводить видеоинтервью, приуроченное к 30-летию Координационного центра. А каким ты видишь окружающий мир в те годы, мы сравним. Мы действительно соберемся через 10 лет и вспомним твои футуристические представления. А где домены в том мире? Где регистраторы? А как выглядит вообще окружающий мир? Может быть, какие-то там технологии новые появятся? Я думаю, что все уйдет в гораздо... Не, ну, наверное, домены останутся, потому что где-то надо накапливать информацию в больших объемах. А все сдвинется в короткие взаимодействия. Ну, в короткие, быстрые взаимодействия. Вот я, например, сейчас уже... Если у меня раньше было в почте 800 писем в день, и я пользовался почтой, то сейчас у меня она свелось к небольшому объему переписки. И я ее читаю нерегулярно и пользуюсь очень короткими сообщениями, на которые быстро реагирую. Здесь все тоже сведется к быстрой реакции, а, соответственно, к укорачиванию информации. А как это будет технологически выглядеть, ну, посмотрим. Я думаю, что сильно все изменится за 10 лет, так же, как за эти 10 лет, в том числе, смартфон. Что для тебя сейчас координационный центр, и что бы ты хотел пожелать в год 20-летия координационному центру? Ну, наверное... Ну, какой-то гибкости, наверное. У меня есть сейчас ощущение, что регистраторы где-то далеко. Ну, то есть я вот когда в совете был, я, так сказать, ну, у меня есть такое субъективное ощущение, что регистраторы сейчас настолько отодвинутые, голоса не слышны. Может быть, это и закономерно, потому что я сейчас не чувствую регистраторов, как бы вот я не в комитете регистраторов, я с ними не встречаюсь. Может, там тенденции, так сказать, совсем для пользователей непозитивные там. Или, условно говоря, регистраторы, которые работают с клиентами напрямую, может быть, их не такое большое количество, и их голоса уже, так сказать, не влияют. Поэтому мне казалось, что регистраторов мало слышат, да, потому что они все-таки на местах, и какие-то вещи... Ну, с другой стороны, я понимаю, что просто у координационного центра других паблик-функций достаточно много, и они... А технически уже отработаны, да, технически отработаны уже достаточно давно, там, что-то менять, конечно, приходится, но это не основная. То есть, как бы... Я вижу, что общий ресурс уходит на, так сказать, паблик-деятельность. Наверное, это хорошо, да. Наверное, это хорошо, без этого никуда не деться. Тем более, что деньги на это есть. Почему бы как бы не тратиться и не помогать людям, да. Ну, мне казалось, что все-таки есть основная деятельность, да. И у меня было ощущение, что мы вопросы основной деятельности, регистрации, так сказать, и работы с регистраторами и с пользователями, ну, как бы меньше обращаем внимания, чем на все остальные вопросы. Я думаю, что это вот процентов, наверное, 5 было из всех вопросов, которые рассматривались, ну, максимум 10. Ну, это когда в Совете. Ну, вот когда я был в Совете 2 года, да, ну, вот. Мне бы казалось... Пойдешь еще в Совет? Ну, я же не решаю, это решают учредители. Если они меня выдвинут, то я... Если пригласят. Да, если пригласят, конечно, пойду, да. Потому что это достаточно интересно. Пожелание? Пожелание Совету или... Координационному центру, да, в целом. Ну, наверное, долголетие. Может быть, даже отрасли. Наверное, долголетие. Долголетие и, ну, наверное, интересы все-таки в работе, потому что, на мой взгляд, если ты горишь, интересуешься, то тогда у тебя все лучше получается. Поэтому гореть. Желать новых проектов, сил на их выполнение. Ну, и горячий глаз. Спасибо. С нами был Алексей Лесняков. Это Координационный центр. Оставайтесь с нами. Всем пока. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok